Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач под названием «Очерки армянской истории». В прошлый раз мы вам рассказали уникальный факт о изобретении храмовой проституции. На этот раз мы расскажем не менее уникальный факт о двух столицах и о двух династиях. С вашего позволения, Киамран, я хочу сделать небольшую вставку. У нас нет цели выяснять, является ли нынешний Хаястан, является ли нынешний Хаи, так страна, которую мы все знаем по-русски Армении, они сами себя называют Хаястаном, себя называют Хаями, являются ли они прямыми потомками тех древних армян, и являются ли те древние армяне предками этих Хаев. Мы этого цели перед собой не ставим. Это дело этнографов, это дело другой науки, это дело антропологов. Мы просто приводим исторические факты, наиболее достоверные исторические факты и по возможности стараясь взять максимально отдаленные, максимально объективные источники, в чем в прошлый раз вы, наверное, убедились. Но тут встает все-таки один вопрос. Раз уж нынешний Хаи утверждает, что мы являемся прямыми, так сказать, потомками тех армян, тогда вопрос встает, раз они утверждают, что это Армения существовала 2500 лет назад, а даже некоторые армяне утверждают, что это Армения существовала 2700 лет до нашей эры, 2500 лет. Да, они приходят в школах, они учат своих детей, они это... Ну, мы не будем ни отрицать, ни утверждать, мы просто констатируем факты, исторические факты. Я спариваю этот факт, я просто говорю, раз они так утверждают, но хоть больше 3000 лет, даже 4000-5000 лет. Тогда один вопрос, как эта небольшая страна, как это небольшой народ смог выжить в таком непростом пространстве, как Средний Восток, среди могущественных держав, среди катаклизмов, как это случилось, как они вообще выжили? Это тоже уникальная история, конечно, очень интересная история. Действительно, я вот приведу все-таки биологическую параллель в Тюркель. Вы знаете, были древние рептилии, ну, динозавры, тринозавры, брантозавры, серодакли и тому подобное. Пока не появились млекопитающие, маметы, они спокойно жили. А вот когда появились млекопитающие, маметы, многие рептилии вымерли. Но некоторые рептилии все-таки выжили. И выжили, наверное, разными способами. В основном три способа, насколько я понимаю. Первый способ — это гордый способ, сильный способ, это крокодилы, например. Это воинственный, да. До сих пор крокодилы, например, в живых природах, самый сильный хищник, пресноводный хищник. Да. Второй способ — это способ эволюционирования дальнейших. Номер птиц, если кто не знает, мы скажем, напомним. Если кто знает, напомним, что птицы, по сути, те же динозавры, просто они эволюционировали. Птицы к нам, будь то животные или люди, к микропитающим отношениям не имеют. Говоря о современном термин, переформатировались. Да, они ушли в небо. Перешли в новый тип. А вот третий способ еще есть какой-то. Есть, это тоже такой между камнями, между дождями. Это вот, например, ящерица. Некоторые ящерицы откидывали хвосты, меняли цвет, как хамелеон, и они все-таки выжили. Такой гибкопозвоночный тип. Такой тип тоже есть. Ну, вы знаете, те, которые улетели, их уже не достать. Те, которые ползут, они не могут летать, как говорил товарищ Максим Горький. Прождественные ползают, летать не могут. Ну да. Вот точно так же и некоторые этносы. Воинственные этносы, когда появились новые этносы, они смогли ужиться, они смогли пережить свою эпоху, свою эру. А некоторые этносы вымерли, потому что они воевали. Проиграли. Ну, просто проиграли. Это шумеры, аккады, ассирийцы, это хепты, это египтяне. Даже римляне не смогли выжить. Они тоже камнули в лето. Но армяне выжили. Каким способом? Уникальнейший способ. В истории мировой цивилизации нет аналогов. Ни один народ, ни один этнос до этого не додумался. Только армяне смогли додуматься до этого уникального способа выживания. Значит, в ранние и средние века они построили две столицы одновременно. Уникально, да. Уникально. Тигранакерд и Арташат. Тигранакерд был построен чисто в рейнском архитектурном стиле. Арташат был построен чисто в персидском архитектурном стиле. И кроме того, у них было две династии. Они держали две династии. Один про запас, как всегда. Это Трдады, про персидская династия. И Баграты, это про западная. Про византийская династия. Про византийская, про римская династия. Вот когда в регионе росло влияние Византии, они тут же меняли столицу на Тигранакерт. Так и представляется перед глазами. Знаете, берут свои пожитки и бегом-бегом в новую столицу. Тигранакерт, да. Тот гор, который построен в рейнском архитектурном стиле. И не успеют все свои пожитки разложить. Сразу же телеграмму Византии, что мы всегда были греко-любивыми. Мы вообще полу-греки. И антропологически похожи на греков. И вера у нас одинаковая. Вместе приняли христианство. И так далее. Ну, уверовали греков, что они очень любят Грецию. Вообще, вы знаете, что Восточно-Римская империя, Византия, она была греческой империей. Там элита была греческая. И они действительно говорили, что первое христианство на этой территории приняли греки и армяне. Они братья. Как вы правильно заметили, антропологически очень похожие. Представьте, что настолько они уверовали греков. Я говорю, что некоторые царские императорские династии Византии были армянского происхождения. Да-да-да, это факт. Интересно. Да. Иоанн Семильский, Гетун Первый, Гетун Второй. Это их имена. Они были императорами армянского происхождения в Византии. Действительно, они могли уверовать, что виноваты в весолюбии не армянский народ. А кто? А виноваты тердаты. Именно. Посмотрите, Арташат, это название города даже персийского происхождения. Этимология персийская. Арт на протоперсийском языке, это корома, это трома. Они даже город назвали персийским именем. Насколько я помню, в этом городе еще было запасное название, которое даже не про персийское, а про парфянское. Вдруг персийское императорское. Да, Вашпураканы тоже называли, но это мы будем называть Арташат. Уверовали они греков, что виноваты тердаты, а они даже не настоящие армяне, а не персийского происхождения. И армянский народ всегда был верен грекам, всегда был верен ценностям Запада. И таким образом они всегда были действительно верны грекам, несмотря ни на что. А вот когда уже крепло влияние, усиливалось влияние Ирана и персий, росло влияние, они тут же меняли столицу из Тигранакерта Арташат, скидывали династию багратов. К власти приходили тердаты, тердаты, это уникальное, понимаете, это вообще, это не один этносин додонца до этого. И тогда уже они уверовали на этот раз персов. Так и представляется, знаете, вот уже новый посол, внешне похожий на персов, в одежде персидской. Ну да. И же направляется к персидскому царю и вайудинцы говорят. Это на персидском языке? Да, да, на персидском языке вот это означает, что дорогой господин, мы всегда были друзьями персов, и мы всегда были греками, врагами греков. Да, и еще они говорили, комс обет баграты, то есть будь проклятый баграты, занда бет трдаты, то есть да здравствует трдаты. Да, вот так они могли, да я, браво, спасибо за отличный персидский язык. Вот они примерно вот так, хорошим персидским языком. И главу таким елейным тоннам. Да, уверовали до персидских шахов, что посмотрите, мы всегда были персов Любови. Мы до христианства с вами вместе были за растритцами. У нас даже концовки фамилии, Ян, это же не армянская концовка фамилии, да, окончательная фамилия, это и есть персидское окончание фамилии. Мы своих детей называем персидскими именами Карен, Артвазарт, Аршак, это все персидские имена. Персидские имена. Да, еще там еще один очень нюанс интересный, Кемран, я думаю, зрители тоже будут интересны. Вот Ян, это персидское окончание. Многие люди думают, что, в том числе в советском пространстве, что у армян есть свое оригинальное окончание, вот как у российских, русских, да, и там тоже в шаховерном перешло офф, то есть Ян. Да. На самом деле это чисто персидское окончание. Кстати, насчет окончания фамилии, когда они переметывались в сторону Византии, да, они вот этот Ян убирали, и тогда окончание фамилии были уже Ци. Хуаренадцы, Кавакададцы, про Венецианское, про Западный вариант они брали. И так они жили, так они смогли пережить вот эту эпоху, когда вокруг, именно на Ближнем Востоке, все величайшие народы вымерли, когда пришли новые этносы, и когда вот великие империи их поглощали. Мы уже назвали их, эти великие народы. Они все вымерли. Армяне жили, то в Тигранакерде, то в Ашпуракане, вот так между камнями. Но все это длилось до 1071 года. До 1071 года, до знаменитой истории Малазгирской битвы, когда Алла Парсланова завладел уже этими пространствами. Эта политика не прошла. Да, нашла коса на камень. Ну, знаете, Алла Парсланова, как это могло пройти? У них такое степное мышление. Представьте себе эти степи, огромное пространство. Даже русская песня, помните, есть такая степь, да степь кругом, где льется песня. Ну, это колно-степная цивилизация. Да, прямая, так сказать, мышление, но острое, как медь. Воинственно, конечно. И она гибко позвоночный вариант не принимает. Поэтому они вот с этого момента, с 1071 года, просто легли на дно под турком. И не зарекаются о своем каком-то смысле. Никогда. Даже в Османской империи, дорогие друзья, армян называли милляты садык. Настолько они показали себя верными, чтобы русскоязычные наши друзья знали, что милляты садык, милляты это нация, садык это верная, самая верная нация. И вот все это длилось до тех пор, пока в регионе не окрепла Россия. А, кстати, как мы поговорим о России. Вот знаете, вот когда мы поговорили о такой политике двух столиц, двух династий, вот такой хитрости, я знаю, генетическая великая вещь. Есть такой анекдот, времен уже, советского времен. Значит, сталинское время, поздний вечер, заседание политбюра окончилось, все вышли на улицу. И вдруг накрапывают дождик, и все вытаскивают зонтики, Сталин, Молотов, Берия, Каганович и так далее, Калинин и все, кроме Микояна Анастасия Ивановича. Ну, конечно. Да, незабываемого человека. Товарищ Микояна. И тогда Сталин его спрашивает, говорит, Анастасий Иванович, а почему вы не таскиваете зонтики? Вы что, не боитесь, промокли? Вот, вот. А он говорит, нет, не боюсь. Сталин говорит, а почему? Ну, ведь дождик. Он говорит, а вы знаете, я ведь между струек. Между дождями, да? Вот так они между дождями, и когда турецкая, османская империя начала слабеть, они тут же переметнулись в сторону России. Тут же. И уверовали, что они действительно всегда были православными, они всегда были христианами, они всегда любили Россию. И вот построили такое пророссийское Армению. Да, посмотрите. Кстати, кстати, вот очень интересный момент. Небольшой, вот назад немножко пойдем. То, что мы сказали. После Алпарслана никакой-то государственности не было. Да, даже. Ну все, до на полу-то, да. Тысячи лет, сказать, об этом не заикались, вплоть до 1918 года. Ну да. Ну вот посмотрите. Вообще-то история, она свойственна истории повторяться. Иногда в истории все возвращается на круги свои. Да, по спирали движется. Сегодня все точно так же повторяется. Посмотрите, в Армении сейчас идут митинги. В Армении сейчас митингуют про западное, Багратская династия. И даже попытка захвата. Да, вот недавно была переворота. И все эти люди западных ценностей, и они уверуют, что любят Запад. Посмотрите, просто мы хотим сейчас россиянам все это рассказать. Это мы в экскурс-историю специально сделали, доказать, что сегодня все повторяется. Ну подожди, а раз они так любят Запад, ну как же Саркисян, Качарьян? Вот, если Россия ослабнет в регионе, они сбросят вот это Саркисяно-Качарьянская династия. То есть Тердата, Тердатская династия, Карабахская династия. Это как раз таки Восточная династия. И будут уверовать обязательно Запад, что посмотрите, мы вас всегда любили. Мы всегда были европейцами. Мы всегда ценили европейские ценности. Мы всегда были настоящими либералами, демократами. А армянский народ не виноват, это европейский народ. А виноват во всем вот эти Тердаты. Это Саркисяно-Качарьяно. О, Качарьян! Даже фамилия тюркская. Посмотрите, Качарян, а слово кочарель. Качарель, да. Исконно тюркская фамилия. Да, и вообще скажут, знаете, если они, я думаю, вообще скажут. Это Качарьян, там он вообще не армянин. Это Карабахский армянин вообще не армяне. Они полутурки, они просто к нам примазаны. Да, карабахские армяне, вообще не армяне, это как в знаменитом фильме, помните, знаменитый персонаж? Есм профессор Хачекян, это мы настоящие армяне, а такие как Саркисян и Качарян позорят Хайтаракумен Республику. Заходите. Такие как вы, Хайтаракумен Республика. Позорят Республику. Они тут же откажутся от карабахских армян, что настоящие армяне, это те, которые живут в Ереване, и к власти придут баграты, и они будут прозападными. Знаете, да, вот мы не знаем, есть ли у нее в запасе вторая столица, да и, знаете, маленькая такая пространство. Нет, это невозможно, это Тюркер-Бей, потому что в малой Армении, вообще мало Армении в истории, было 3-4 раза больше, чем сегодняшняя Армения. Сегодняшняя Армения, это очень маленькая Армения, по сравнению даже с малой Арменией. Поэтому, но все возможно, если баграты придут к власти, если Армения будет прозападной стороной, они могут объявить второй столицей, Гюмри, потому что антироссийские движения начинаются именно там, символически, могут они поменять даже столицу. И все может произойти отнюдь не так, как думают наши русские друзья. То есть, они когда думают, что Армяне верны им, пусть они не забудут это, что в Османской империи Армяне тоже считались верными народами. Даже назвалось Милляд и Саадык верные. И в Бизантии, и в Персии. И османы, османские турки считали армян самыми верными из всех народов, которые населяли пространство Османской империи. И во что вылилась эта верность так называемой Первой мировой войны, когда спину ударили, это то же самое вполне может быть с Россией, если она немножечко ослаблена. Дорогие друзья, сегодня мы вам привели еще один факт из армянской истории. Это уникальнейший факт. И еще раз подчеркиваем, что в истории мировой цивилизации не было аналогов. Двух столистов, двух династий. Вот такая выживаемость сегодня продолжается. Следите за нами в следующую среду. Мы просто вам приведем новые факты армянской истории. Очерки армянской истории продолжаются. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok